Музейный центр о наследии Чкотки На третьем этаже Музейного центра о наследии Чкотки располагается зал постоянной экспозиции «Человек и Чкотка». Зал постоянной экспозиции состоит из двух многомерных образов. Образ сетки, как традиционные средства лова рыбы, и льдины-подиумы. Экскурсию можно начинать с любого комплекса, но именно я люблю начинать экскурсию с комплекса «Упрямство бытия», потому что пришел человек на эту территорию, проявил упрямство, поставил дом. Или на чукотском – это яраны. Яраны – это полусферическое строение остов, который состоит из трехножки. Поверх остова натягивается ретем. Ретем – это меховая покрышка с левой стороны и с правой стороны. И входом в жилище служит, вот где соединяются эти две половины, это будет и вход в жилище. Зимой – ретем двойной, мехом внутрь и мехом наружу. И получается вот такая воздушная подушечка, которая не дает холодным ветрам разгуляться в яранге, в жилище. Внутри яранге располагается полок, и всегда его устанавливают напротив входа. Полок – это спальное помещение, в котором происходит зимой вся жизнь здесь и спят, здесь и кушают. Олень вообще давал все. Олень давал еду для коренных жителей, давал покрышку для яранги. Также олень давал одежду, материал для одежды коренных жителей. Здесь вы видите одежду чукчи, женский комбинезончик, керкер. Он шился так, коротенькие штанишки, очень широкие рукава, глубокий вырез сзади и спереди, который отгорачивался мехом росомахи или волка. Почему мехом этих животных? Потому что он не индивей, и в зоне лица очень комфортно. На ножки надеваются длинные тормоза. Вот здесь вы видите комбинезончик детский. Вот сейчас есть такое средство гигиены, как памперс, подгузники. У коренных жителей это средство давно было придумано. Здесь вы видите, что между ног есть такая прорезь. Эту прорезь закрывают клапаном, который называется макка. Женщина, будучи беременна, шла в тундру, собирала мох, ягель, складывала туда перемешку с оленьем ворсом и закрывали. Ребеночек сделал свое дело, убрали, положили чистенькое. Вы знаете, что в мку содержится антибиотик. И вот этот антибиотик, он не давал распространяться никакому запаху, никаких опрелостей у ребеночка не было. И у детей нет такой части одежды, как рукавицы. Мы все знаем, что рукавицы дети постоянно теряют. Это кочевой образ жизни, конечно, не напасешься рукавицы. Что же придумали? Сделали у детей прорезь на керкере. Прорезь сделали вот здесь, вот сбоку. Потому что здесь было все зашито. Получается, ребеночек, ручка замерзла, он ее спрятал туда, в этот отдел. Потом ручки согрелись, он опять их вытащил. Вы видите, что домашние утвари у кочевых народов минимум. Кочевой образ жизни. Здесь вы видите гыргарти. Это доска огнива. Чаще всего делали его в виде человеческой фигуры. Голова, плечи. Вот где голова, обычно прорезали глазки, ротик. И когда обряд какой-то совершали, обязательно нужно было смазать рот в гыргарти. Или кровью жертвенного оленя, или жиром морского животного. На теле делали углубления. В эти углубления вставлялся лучок. И с помощью трения добывали огонь. Священный огонь. Огонь, который добывался с помощью этих гыргарти, нельзя было выносить из дома. Потому что это был только домашний огонь. И нельзя было его другим соседям, или даже родственникам нельзя было отдавать огонь, который добыли с помощью этих ритуальных предметов. Также в связке с гыргарти хранились тайныквит. Вот они сейчас у нас здесь в пологе. Тайныквит – это связка семейных амулетов. У каждого мужчины были гыргарти. У каждого мужчины была связка тайныквит. Когда он женился и уходил из родного дома, ему отделяли часть из этой связки. И он уносил в свой дом. И продолжал дальше формировать. Потому что родился новый член семьи. Ему обязательно дарят, дают этот амулет и привязывают к этой связке этот обряд. То, что ты принадлежишь к этому роду. Также вы здесь видите жирник. Вот этот вот жирник сначала был как детская игрушка. Но прошло время, и он стал священным предметом. Сделан он из песка и замешан на крови оленей и шерсти оленя. И мы делаем вывод, что это все-таки и детский, и в то же время это и ритуальный предмет. Почему? Потому что по бокам есть синенькие бусинки. Синие бусы означали, что этот предмет ритуальный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»